Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, глава Ваэлех. Мы смотрим, что Всевышний говорит, что он разгромил Сихона и Ога, двух царей Эммарейских. Нам показывает. А почему только их? Разве у нас войны другие, минули? Разве мы не воевали четыре раза с Амалеком? Разве мы не разгромили Медьян? И какие события были в Египте? И какие события были с Исавом? И вообще, почему только два царя Эммарейских? А потому что их победить невозможно. Потому что это необычные люди. Как их победить? Когда пишется, что кровать его в рабадбной аммоне 9 локтей в длину, 4 локтя в ширину. Это что за кровать такая? Если даже, но пишется по локтю этого человека. Если мы берем локоть обычного человека, ну в среднем 50 сантиметров. Единица измерения берется не в сантиметрах, а в локтях. Потому что в одном поколении люди большего роста, естественно длина локтя большая, а в другом меньшего роста. Другое, там есть 46 сантиметров, 48, есть 60 сантиметров. Там пишется по локтю этого человека. Если мы берем простого человека, где эта кровать, у простого человека может быть 9 локтей это 4,5 метра в длину и в ширину 2 метра. 4 локтя. А тут по локтю этого человека. И наша устная традиция, что он был вообще огромный, как гора. Что-то невероятное. Их победить ни Сихона, ни Ога практически невозможно. Тем более они даже не одни, даже у них армия. Но Всевышний для нас это сделал. Не за наши естественные заслуги. Это заслуги наших праотцов, а врага Майцхака Якова. И Всевышний для нас их победил. Кто такой Сихон, царь Морейский? Есть интересная вещь. Ковчег на Ах запрещено в Ковчеге спать с женами. Написано, что хам эту заповедь нарушил. Есть ворон нарушил. Поступил так. Нарушил хам и собака нарушила. И поэтому потомки хама стали рабами. Ворон тоже бросает своих пенцов. И не кормит их. И собака при Саити, а они потом не могут разъединиться. То есть за это, что они приступили запрет спариваться в Ковчеге. Ну и хам. Хам нарушил. Хам пострадал. Но пишется интересно в Медраше. По-моему, это я в Цена Уре начитал. Что его жена была изнасилована падшим ангелом. И хам не хотел, чтобы она была опозорена. И сказал, что это ребенок от него. И вот здесь родился Сихон. Великан. Другой Медраж говорит, что он родной брат Ога. Ога царя Башана. Кто такой Ох? Медраж говорит, что он допотопный. Великан был. И он прицепился к Ковчегу. Анах его жалел и кормил его. Весь этот год он плавал. Там в этот Ковчег не поместился вселенский бык. Мясо которого будут есть праведники в будущем мире. Вот и великан Ох. Потом Медраж говорит, что он стал рабом Авраама и Леезером. Говорит, что царь Немрод хотел, чтобы Авраам ему поклонился как Богу. Он легко доказал всем, что он Бог. Люди ему поверили. Потому что Нах с собой в Ковчеге привез одежду Адама. Мы знаем, что к Адаму звери подходили, не боялись. И Немрод получил эту одежду. Он ее одевал. Звери с леса выходили. Все поверили, что он Бог. Кому это могут звери из леса выйти? Ну и он говорит Аврааму, чтобы он признал, что он Бог. Авраам говорит, конечно я признаю. Только завтра пусть солнце встанет на западе, не на востоке. И тогда, я скажу, что ты Бог. Немрод распалил печку и бросил туда Авраама. Всевышний взял из будущих заслуг его сына Ицхака, Якова. Добавил заслуг Аврааму. И Авраам невредимый вышел из печи. Печь была раскаленная, его брат Гаран, которого мы знаем, было три брата. Авраам Нахор и Гаран. Гаран говорит, о, раз Авраам не сгорел в печке, я тоже не сгорел. Как только... И он бросил в эту печь, это уже сгорел. Его не стало, он умер. Как мы читаем. То есть, когда Немрод это увидел, что он вышел из печи, он взял и подарил Аврааму своего раба Ога. И он стал слугом, слугой Авраама Элиезером. Вот так вот. И он был праведником. Все люди, которые жили с Авраамом, он их обучал Торе. И они были праведники. Впоследствии, когда Авраама не стал, Аврагама уже, то и он отошел от Торы. Но Маше говорит Всевышнему, что я его боюсь. У него же заслуги. Он же был слугой Авраама. Он 800 лет на земле живет. Всевышний говорит, не бойся его. Его благословение закончено. Он уже столько надел плохого, что уже все. И Маше его, мы знаем, убивает. Так вот, эти два брата, они не были обычными. Сихон был великаном. Он охранял страну Кнаан. Вот он жил в этом месте, где царя Морейские. И через это место никто не мог пройти. Сихон брал с них дань. Они все 31 царем уплатили. И он их охранял, как сторожевая собака. И он никого не пропустил. И четко выполнял свои обязанности. Когда мы подошли к ним, Всевышний говорит, затевай с ним войну. Задирайся к нему. Что Маше говорит? Пропусти нас, как нас пропустил брат наш Эйсал. Мы проложенные дороги пройдем. А все же знают, что Эйсал нас не пропустил. Это у горы Гор, там где мы были, это недалеко. Он нас не пропустил. И все это знают. И Сихон понял, что его дурачат. И кинулся войной. А то нам и нужно было. И мы его, конечно, одолеем. Так все вышли сделать, что мы его одолели. Без единой потери. Два Сихона с его народом. То есть свободно с ним расправились. И завладели его страной. Имарейской. Потом Ох, царь Башана и его сын вышли. Тот же Ох, что был Элейзером. На нас решил он наброситься. Решил победить. Но не тут-то было. Писал, что мы увидели эту гору. Мы не поняли даже, что это человек. Что это Ох. А все вышли сделал эту гору, которую увидел Маше. Как муравейник побитый. И он рассыпался. И так мы победили этого Оха царя Баша. Он там быков ел. Медраж пишет, что невероятное количество быков он съедал за обедом. Там такие цифры называют. Страшно был какой-то человек. Может быть, тысячу быков он что-то съедал. Там что-то невероятное. Так что мы побеждаем невероятных людей. И духовно этот Ох был большим человеком. И физически крепкий. Еще нам интересно, за него известно, что когда Авраам пошел воевать против четырех царей, то он взял с собой воспитанников, домочадцев, 318 человек. Еще у него были три союзника. А на Решкоре Мамре. И он пошел на войну. Кинулся рассыпную. Наши мудрецы посчитали эти все слова. Что 318 числовое значение слова Элеизер. Вот это и есть Ох. Вот и он взял одного Оха, отправил на войну. А своими учениками, домочадцами, он сел учить Тору. И Ох сам их передавил. Он такой был мощный, он сам передавил все четыре вавилонские армии. И освободил тогда Авраам своего племянника Лота, и людей из дома, и Аморы, и имущество. Он взял и все это поотдавал. Он говорит, мне ничего не надо, только то, что съели отроки. Он не хочет из рук с домских царей что-то брать. Потому что написано к правде, к правде стремись. То есть как заработал, так получилось. И деньги нечестивцев тоже хорошего ничего нам не дают. Написано в нашей устной традиции, что в будущем праведники будут работать только у хороших людей. Которые соблюдают Тору, и не едят чего ни кошерного. То есть будет такое время. То есть и так Авраам-то уже поступал тогда. Что он уже не хочет никаких богатств. То есть этот Ох. Но интересно то, что когда вавилонские цари напали на его народ. На Рефаим напали народ. Первые, они же из 11 царств, вавилонские цари, разбили первых Рефаим в ашторот Карнаими. То, что это было. Написано, что только Ох уцелел из всех Рефаим. То есть только он. То есть когда его народ великанов убивали, он ничего сделать не мог. Хоть он и был великаном, он ничего не мог с вавилонскими царями сделать. А в руках Аврагама с благословением Всевышнего он всех передавил. Такой он был мощный. Поэтому, конечно, Маше говорит, я боюсь его. Всевышний говорит, все, не бойся, я отдаю. И так мы разбили двух царей и Морейских. И это нам Всевышний показал, что ничего нет, что могло бы устоять перед Всевышним. Ничего. И говорит, идите смело в эту землю. Никого не бойтесь, не страшитесь. Только выполняйте Тору и заповеди. И у вас браха идет на все, что бы ни было. Вы главное читайте Тору, как написано в Главе Ваиле. Каждые семь лет царь должен перед всем народом читать Тору. И будете вы благословлены, и у вас будет все хорошо. И на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Хая Малков от Йосифа, Миром от Аврагам, Розом от Михаэль, в памяти Яков бен Нахум, Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бен Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Берта бот Фейга, Фейга бот Берта, Шимон бен Мира, Полина пен бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мириам, Моисей бен Ева, Марк бен Нина, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Яков бен Рахель, Фира бот Ана, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Ольга бот Светлана, Йосиф Дан бен Сара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Мазл Парнаса Сгула, Ирия бот Ри, Арона Ребен Ури, Хороший Дух, Арона Ребен Двойра, Днис бен Ахум, Амигаль бот Сара, Парнаса Эбриют, Владимир бен Рая, Марина бот Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, всем браха Парнаса Кавана, Мазл Том, что мы это время не грешили, учили Тору, всем еще раз желаем всего самого лучшего в этом новом 5783 году, этот год будет сладкий, чтобы накончена страшная война, чтобы у нас было все с вами хорошо и во всем мире, все было хорошо, прекрасно и до следующих встреч, надеюсь она состоится завтра в 10.40, шалом!